Специальный навес, бетонное основание, ограждение – все продумано до мелочей. А еще старые контейнеры заменили на новые. Они изготовлены из высокопрочного полимера, который более устойчив к перепадам температуры. А также имеют преимущество при транспортировке. Колеса вращаются на 360 градусов. Функциональность и вид новой контейнерной площадки в районе дома номер 108 по улице Чапаевская радует жителей. А на улице Степана Разина, 38, работы по обустройству современной контейнерной площадки еще идут. В ближайшее время в Самарском районе появится еще 11 новых площадок. Их установят на деньги городского и районного бюджетов. К ремонту каждый подход индивидуальный. Все рассматривается индивидуально. В зависимости от того, в каком состоянии находится контейнерная площадка до ремонта, либо до восстановления, либо мы полностью сносим вплоть до бетонного основания. То есть бетонное основание демонтируем, потом делаем бетонное основание. То есть выстраиваем контейнерную площадку заново. Площадки, которые обустроят за средства района, будут несколько отличаться от типовых городских. Однако специалисты постарались, чтобы они органично вписались в исторический облик района. Привели в порядок несколько контейнерных площадок и в железнодорожном районе Самары. В этом году ремонт осуществляется 25 контейнерных площадок силами Департамента городского хозяйства и экологии. И две контейнерные площадки мы ремонтируем по программе «Комфортная городская среда». В Самаре до конца года планируют обустроить 117 новых контейнерных площадок. Без внимания они останутся и действующие. Более 200 отремонтируют. А также закупят около 2000 евроконтейнеров и приобретут 50 бункеров-накопителей для сбора и хранения отходов. Эта работа выполняется по соглашению с региональным министерством о предоставлении города субсидий из областного бюджета. Горожане довольны тем, что мусорные площадки приобретают цивилизованный вид, но считают, что на достигнутом не стоит останавливаться. Так, на улице Мяге 11, где площадка преобразилась и функционирует, местные жители обратили внимание на необходимость продолжить благоустройство и возле контейнерной зоны. Здесь убрали часть бордюрного камня и на этом месте земля. Не оставлять после устранения всего вот этого демонтажа, не оставлять вот эту грязь, которая осталась после стройки. В конце концов, это же можно было все это подсыпать, засыпать, убрать и успеть посадить ту же траву, хотя бы чтобы это было покрасивее. Представители районной администрации направят соответствующее обращение в профильный департамент. Повышенное внимание уделяется и ликвидации несанкционированных свалок. В начале года в Самаре было 144 незаконных мусорки, а уже в октябре ликвидировано более ста. Таким образом, город избавился от более чем 17 тысяч тонн мусора. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.